Всем привет! Меня зовут Геннадий Корнеев. Я занимаюсь изучением национальной истории, традиций, обычаев и культуры. Сегодня я расскажу вам уже в видеоформате о том, в Калмыкии есть род и одноименный поселок Токзмакин, калмыкской Токзмахен. Как говорят ученые, люди Токзмакина принадлежали дербетовскому племени Туктун. Однако, калмыки Туктунами их не называют, а выделяют в особый, даже, скорее сказать, священный род. Это связано с древней легендой о том, как степной айратский витязь по имени Докзма пожертвовал жизнь ради спасения всего народа. После гибели героя людей его рода назвали Докзмакинами, то есть людьми Докзмы, освободили от всевозможных налогов, повинностей, обязательств, а на само имя наложили табу, дабы другие, менее достойные люди не запятнали честь святого калмыцкого героя. С тех пор в земле айратов перестало звучать имя Докзма, остался лишь его род, хранящий память о славных днях войны с маньчжурами и древнем Батыре, отдавшим ради нас жизни. Думаю, что мы, потомки спасенных Докзмой, обязаны знать хотя бы значение его имени. Говорят, что Докзма – имя тибетское, однако память калмыцкого народа не сохранила его оригинального звучания. Что же значит Докзма? Оказывается, это сильное искажение тибетского имени Дагдзинма, которое, в свою очередь, восходит к санскритскому имени Яшодара. Яшодара – имя жены Сидарты Гаутамы, впоследствии ставшим Буддой Шакьямуни. Наверное, то, что Яшодара не препятствовала уходу Гуатамы в отшельнике, великий подвиг женщины, добровольно отпустившей мужа ради великой цели. Это первый подвиг первой Докзмы Яшодары. А второй, когда уже не индийская царица, а ирабский герой без раздумий отдал жизнь ради своего народа, чтобы он мог жить и практиковать учение Будды. Имя Докзма, Дагдзинма, Яшодара, переводящаяся как «держащая славу», по-калмыцки это будет звучать как «алдрберекче». Так что оба славных носителей этого имени как в Индии, так и в Джунгарии не могли не поступить так, как поступили. Вот такая история. Из современных носителей этого имени я нашел лишь одну женщину – Докзинма, заведующая кафедрой философии и религиоведения Монгольского государственного университета. Отдельно хочу поблагодарить Бенду Митруева за подсказку санскритского эквивалента имени Докзинма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова